всем привет 4 глава египет 3 проклятие рамзеса мы оказались подземном мире бога птаха так это бог бог подземного царства давайте почитаем в энциклопедии что это за бог египтяне их боги так кователь кстати энциклопедия иногда жизненно необходимо для некоторых квестов то есть встроенная энциклопедия тут если ее распечатать тут талмуд будет очень хороший потому что очень много информации все структурировано птах кователь птах город мемкиса изображается в виде человека закутанного в тугой саван словно мумия в руке у него особый скипетр называющийся уаз символом анг и джет на голове шапочка украшенная голубой каем ой ляпис лазу или часто он связывается с богиней львицы всех мед своей супругой как осилис птах принадлежит к земному и подземному миру он живет среди огня и лавы птах покровитель всех ремесленников работающих по металлу будь то кузнецы или ювелиры вот поэтому мы к нему явились потому что доломитовые шары вдруг стали очень хрупкими как насколько мы знаем кстати мы подобрали тут шумок клещи кузнечные клещи забрали давайте в эту пещерку больше идти некуда пока еще одна комната что значит еще одна комната это первая комната в которую мы зашли статуя а возле неё сосуда можно снять стоит сосуд форме кто-то нужно повернуть вот эту голову с помощью кузнечных клещей но вот сосуд я открыла что теперь теперь его надо повернуть что-то сдвинулось из пещеры три выхода на самом деле все они ведут в одно место потому что пещера магическое давайте допустим влево пойдем я сдвинула голову то то и открылся проход во вторую половину зала так и мы видим здесь карлика подобрать ничего нужно осматриваться потому что ногами могут валяться полезные предметы пока ничего не видно давайте познакомимся с карликом эй кто там ты кто здравствуй я мая дочь геймена посланница фараона и пасера так 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 что фараон теперь рассылает гонцов даже в недрах земные кто ты что за невежда но не видишь разве я искусный кузнец служитель бога птаха а где же сам птах он ты здесь да только ты его не видишь а чтобы увидеть тебе нужно взять систер вроде как у меня до спеть ему а где же мне взять систер это сама сделай все же делаю а как сделать систер а ты по сторонам оглядись тут все есть что тебе надо время судить повсюду разбрасывают инструменты и обрезки бронзы благодаря тебе до свидания а нет мы ему еще забыли один вопрос задать а где же сам птах а где же сам птах а все все это мы уже спрашивали в этой пещерке подобрать по моему ничего поэтому возвращаемся в пещеру снова поворачиваем голову и ныряем в очередную а вот лежит я вижу рукоятка сестра забыла забыли и где-то еще должна быть бронзовая пластина по моему она где-то здесь должна быть вот она лежит вот хрен увидишь это бронзовая пластина все снова поворачиваем голову статуэтки и попадаем уже в четвертую локацию так а здесь нам нужно подобрать вот этот молот и нужно отрезать кусок веревки вот от этой по ней лазить не надо нужно взять нож и отрезать ее кусок я отрезал кусок веревки вдруг пригодится все сделали теперь возвращаемся к наковальне сейчас будем ковать ну чтобы ковать нужно сперва бронзу размягчить поэтому мы бронзовую бронзовую пластину роняем в лаву бронза раскаленной ложим ее на наковальню и применяем на нее молот вот и мы получили для сестры нужна рукоять а рукоять нужно ставить да у нас рукоять в инвентаре вот она вот и мы получили недоделанный инструмент чтобы сестры заиграл нужны металлические стержни за за помощью опять обращаемся к карлику потому что стержни нигде тут не валяются на земле мне бы стержни бронзовых думаешь я люблю раздавать подарки не хочешь что-нибудь взамен вот мне бы помог бы кто я понимаю шли к себе домой попасть не могу веревка порвалась а вот конец куда-то делся вот веревка веревка слишком короткая карлик за нее не ухватится его тут нам пригодится кусок веревки который мы отрезали применяем его привязали удлинили веревочку я связала твою веревку а умница вот теперь тоже я залезу наверх держи стерженечки то и как же мне призвать а ты ступай к наковальне это поиграй на сестре в его честь так стерженьки у нас есть а сестры уже у нас готов до музыкальный инструмент все стерженьки уже автоматически вставились возвращаемся к наковальне будем разговаривать с самим птахом три раза нужно провернуть я здесь уже была да я по кругу хожу наверное это магия а а ну давай и 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 Я к тебе, Птах, о владыка подземного мира, господин огня и лавы. Что тебе нужно, маленькая волшебница? Твой верховный жрец прислал меня молить о милости для фараона. Что же стряслось у Рамсеса, если он смеет беспокоить богов? Амон-Ра повелел ему возвести гигантский обелиск, пообещав продлить его годы. Слышал ли ты о том под сенью храма Абусимбела? Что мне до того? Чтобы высечь обелиск, нужны инструменты, а они ломаются. Зачем мне тебе помогать? Заговорщики желают свергнуть Рамсеса. Если Египет попадет в их руки, что станет со вселенским порядком, с храмами богов, с приношениями? Ты знаешь, что мне сказать, но помогать тебе я стану, лишь если ты докажешь, что достойный. Что я должна сделать? Принеси мне магический долеритовый шар. Где же я найду этот шар? В зале, Сехмет, ты откроешь проход в другое помещение, почти неотличимое от первого. Трижды должна ты открыть проход, чтобы попасть в нужную тебе комнату. Как мне открыть проход? Образ ключа носит кузнец. А в чем заключается магия этого долеритового шара? Сперва он легок, бесплотен, но над соответствующим ему кругом делается тверд, как застывшая лава. Благодарю тебя, Птах. Ведомы ли тебе, кто угрожает фараону и порядку? Отголоски ваших интриг и страстей не достигают глубин земли. В храме у меня было видение. Меня не волнуют сотрясения верхнего мира. Пасер болен. Не испытывай мое терпение поступками людей. Благодарю тебя, Птах. Благодарю тебя, Птах. Все, поболтали. Переходим к новой порции загадок, головоломок. Возвращаемся в пещеру. И ныряем, наверное, вот в любую из них. Так, 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 подождите, ни хрена, мы не можем перейти в другую локацию. А, нам сейчас нужно вернуться к этому кузнецу. Чтобы он дал нам форму. Форму для ключа, потому что у нее, видите, здесь не хватает. Отломана часть ключа жизни. Нужно ее восстановить. Форма для ключа есть у кузнеца. Нет ли у тебя ключа от прохода? Э-э-э, ключа не ключа. А кое-что я вроде слыхал об этом. На-ка тебе, возьми вот. Так, мы получили пустую форму для ключа. Возвращаемся к наковальне. И нам нужно наполнить эту форму, естественно, жидкой лавой. Применяем эту форму на жидкой лаве. Я наполнила форму лавой. Теперь ее надо вытащить и остудить. Выкладываем форму на наковальню. Вот она горячая, ждем пока остынет. Вот она остыла, и мы ее забираем. Лава остыла. А, еще не остыла. Кстати, что там в дневнике-то у нас? Я поговорила с карликом, который служит птаху. Я должна изготовить систер и сыграть на нем в честь бога. Тогда птах покажется мне. Бог птах поговорил со мной. Он поможет мне, если я принесу ему шар из магического долерита. Так, остыла. Форма остыла. Забираем. И восстанавливаем. Восстанавливаем на место вот сюда вот. Вот, и видите, что-то сдвинулось. Слева открылась выемка, а на ней рычаг. Дергаем за него. Кажется, за стеной что-то сдвинулось. Теперь мы переходим уже в следующую пещеру. Или что? Что случилось? Ну да, нам, наверное, надо перейти в следующую пещеру. Такая же стоит статуя, но комната немного отличается. Плита может и провалиться. Плита может провалиться. На нее нужно положить обломок вот этого долеритового шара. И видите, открылась ниша, а в ней появилось четыре шарика. На каждом загрожена соответствующая богиня. Шарик Сехмет. Шарик Баест. Баст. Шарик Шесемтет. И шарик Уаджет. Уаджет. Их нужно в соответствующей нише. Видите, ниши. Одна, вторая, третья, четвертая. Расположить в правильном порядке. Правильный порядок можно узнать в энциклопедии. Но мы ее читать не будем. Я и так помню. Сюда нужно положить первый слева, который. Шарик с изображением кошки. Сюда нужно положить шарик с изображением льва. Ой. А вот дальше я что-то забыл. Наверное, да. Скорпион последний. Значит, сюда нужно положить кобру. С изображением кобры. Потому что, видите, тут кобра и нарисована, собственно. Все логично. И в последнюю нишу. В последнюю нишу нужно положить шарик с изображением скорпиона. Кажется, за стеной что-то сдвинулось. Все, и мы можем переходить к следующей пещере. Эта комната немного отличается от предыдущей. Как тут все интересно. А вот тут вот такая загадка, которую я бы сроду и без прохождения не определил. Видите, чаша стоит. Этот сосуд для жертвоприношения. Оказывается, вот как вот логично. Где здесь логика? На него нужно применить заклинание очищения. Сим приношением, да, очистишься. И в кувшине появилась лава. Забрали кувшин с лавой. Вот тут логики я вообще не вижу. Так, а что дальше-то? Забрали. Забрали лаву. Что с ней дальше делать? Ответь на мой вопрос, и я скажу, как найти волшебный долеритовый шаг. Со статуей, оказывается, поговорить надо. Я внимаю тебе, Осихмет. Что сделал птах своим сердцем и языком? Правильный ответ. Он сотворил. Он сотворил. Мир. Мир. Твои слова. Золото. Мой лотос научит тебя мелодии, которую нужно сыграть, чтобы открыть комнату с инструментами. Вот так вот звучит мелодия. Нам сейчас дали пример. И теперь нужно вот в эти выемки положить соответствующие предметы, чтобы падающая вода образовала эту самую мелодию. В первую выемку слева ложим семена лотоса. У меня еще остались семена лотоса. Но они мне больше не нужны. И вот видите, падающая вода начала издавать этот звук. Но там три инструмента используются. Поэтому в следующую выемку мы ложим Систер. Систер, да. Видите? И в третью выемку мы ложим кувшин с лавой. Бесполезно. А, подождите. А здесь ничего не падает. Здесь нет воды. Пусть такое ощущение, что я что-то неправильно положил. Да, да, да. Мы неправильно что-то положили. Систер, забираем. Вот этот я правильно положил. Это первый слева от статуи. Вроде правильно. Раз, два. Сколько выемок всего? А, нет. И этот неправильно. Я положил семена лотоса во вторую выемку. А первая-то вон. Вот это первая. Вот сюда нужно семена лотоса положить. В следующую выемку мы ложим Систер. И вот в третью мы ложим кувшин с лавой. Все. Я открыла вход в зал с долеритовыми инструментами. Наконец мы можем зайти в зал с долеритовыми инструментами. Ну, наконец-то. Вот она комната с инструментами. Здесь дует магический ветер. Тут тоже довольно хитрая загадка. Четыре столбика на каждом изображен соответствующий символ. Здесь изображен квадрат. В следующем слева изображен шар. Напротив изображен треугольник. А справа тоже с квадратом. Сейчас нужно применить заклинание ветра управление ветром на шар. Помоги мне отдыхание жизни. В руки мои влей свою силу. У меня получается двигать долеритовые предметы на стороне. Вот шар занял место в столбике над треугольником. С треугольником. Но это не то, что нам нужно. Теперь нам нужно подвинуть квадрат, встав вот здесь вот с помощью ветра в центр стола. Помоги мне отдыхание жизни. Сдвинули. Так, переходим сюда. Не могу перенести этот инструмент на алтарь. Там в середине нет места. Так, теперь нам нужно вот этот квадрат квадрат куб переместить напротив, опять же. Помоги мне отдыхание жизни. Так. Теперь шар вперед, я так понимаю. Ну-ка, я тут посмотрю прохождение, тут я плохо помню. Так, примените заклинание переместив шар на противоположный постамент с треугольником. Теперь идите влево, переместите куб на место шара. У постамента с треугольником переместите куб на постамент с противоположной стороны. Сделали. Вернитесь к постаменту с кругом, переместите перевернутую пирамиду, оставшуюся на каменном столе на противоположной от вас постамент. Перемещаем. Помоги мне отдыхание жизни. Так, и что дальше? Вернитесь к постаменту, на котором находится шар и переместите его на стол. Помоги мне отдыхание жизни. Переместите его на стол. От постамента куда переместили пирамиду, переместите шар к постаменту с кругом. А, ну все, все правильно. Помоги мне отдыхание жизни. отдыхание жизни. Все, и теперь можно шар забирать. Мы правильно... Хотя все равно я логики этой загадки не понимаю. Почему треугольник у нас... А, ну тут главное, чтобы шар переместить вот на этот постамент было. Вот и все. В принципе, все понятно, логично. Забираем его. Помоги мне. Не-не-не-не-не. О, черт. Я его не вместо того, чтобы забрать, обратно подвинул. Помоги мне. Переместили. Забираем этот шар. Теперь можно вернуться к птаху. Отдаем шар птаху. То есть мы доказали свои способности богу, и он должен нам помочь. Отдаем шар Ты сумела пройти испытания. Ты достойна моей помощи. Чем же ты заменишь наши инструменты? Я сделаю так, что строители найдут в пустыне необычайно прочные дагритовые шары. С их помощью обелиск родиться из гранитной породы с небывалой быстротой. Как мне вернуться в Египет? Верни шар туда, где он родился, и он вернет тебя туда, откуда ты пришла. Шар родился, естественно, в лаве, поэтому его нужно будет в лаву уронить. Попадешь ли ты, поведаешь ли ты мне теперь, что за силы грозят Рамсесу? Я помогу тебе, но не вмешаюсь в раздоры, ослепляющие и людей, и богов. Спасибо тебе. Благодарю тебя от имени фараона и от имени всего Египта. Возьми этот магический воск, знак моей благосклонности. Ты ее заслужила. Как пользоваться магическим воском? Если его возложить на пчелу, он примет форму по твоему слову. Ну что, все, друзья. Кидаем шар обратно в лаву. Ты видела птаха? Птах внял моей просьбе. Теперь у нас будут хорошие инструменты. Птах велик, и инструменты его прочны, но сезон Шему уже близок. Время дорого, это ясно. Я должна вернуться в Осуан и взять у Туи лекарства, что она обещала для Пасера. Доброго пути, юная волшебница. Если нужна будет помощь, возвращайся. Все, друзья, покидаем. Покидаем эту локацию. И возвращаемся обратно в Осуан, где уже должно быть готово лекарство для Пасера. Мне нужно вернуться в Осуан. Я отвезу тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok